приветствую на своем канале сегодня мы будем знакомиться с часами сумными часами бюджетной моделью smartwatch u8 давайте сначала посмотрим на коробочку кабель зарядный инструкция на китайском и на английском сразу сказать что во все инструкции из полезного возможно только обозначение кнопок вот и qr коды qr коды у нас будут доступны и непосредственно самих часах поэтому особо смысла в инструкции нет это даже плюс потому что все на самом деле делается просто легко и можно обойтись без инструкции они часики часики это моделька в белом цвете очень красиво смотрится я для сравнения покажу вам еще такие часы черного цвета вот ну я выбрал для обзора белый вариант мне визуально просто больше нравится для сравнения одинаково сами часы сами часы у нас присутствует здесь динамик здесь у нас между микро юсб для зарядки и одна кнопочка больше ничего нет включаем вот уже включились это мы сразу подключаемся сейчас часики подключились к моему телефону ну давайте пока я вам покажу этот начальный экран заряд батареи включенный не включенный bluetooth когда он у нас включен и подключился к телефону там еще на значке блютуз появляется значок ой 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 это поперли эти пушап сообщения с моего телефона все пушапы которые приходят в строку состояния демонстрирую например вот вот они пришли на телефон и вот они пришли на часики смс различные уведомления приложений это вводится на эти смарт часики так далее часы дата три кнопочки у нас присутствует чтобы было бы проще понимать первая кнопка это у нас как бы кнопка подтверждения вторая кнопка это у нас тоже как бы кнопка подтверждения либо какой-то опции и третья кнопка назад либо нет ну то есть отмены в начальном экране они дублируют три вот этих значка первый значок это у нас наши программы второй будильник и третий активация включения bluetooth вот давайте пойдем по порядку настройки первое это вот наш qr-код по которому может скачать приложение для телефон настройки дата время язык блокинг там кто это мы можем выбрать внешний вид главного экрана вот например такой вот этот мне нравится больше всего поэтому я оставил всего доступно четыре экрана motion detector датчик движения флип тумбьют инкоминком ну то есть если входящий звонок то можно прихнуть и звонок ну перейдет беззвучный режим звук отключится то же самое для будильников другие стройки подсветка экрана и time vibrator это у нас будет выбирать если не ошибаюсь каждый час юрите настройки безопасности коды и восстановление заводских настроек в принципе все что нам нужно настроек немного но все что нужно все и так режим антилост здесь уже нам понадобится наш телефон это мы искали наш телефончик и второй режим антилост ну то есть если этот режим работает если с часами отойти далеко от телефона то и зайдет то же самое предупредить что вы находит отходите далеко от телефона но чтобы не потерять вот такой режим power save это у нас можно видеть уменьшает подсветку экрана вернем как был далее профили различные профили которые можно выбирать и также настраивать вот кстати в данном данном меню средняя кнопка работает как кнопка вниз далее пидометр шагомер стоп получив секундомер настройки блютуза телефонная книга так вот connected подключаем так это у нас запросила предоставить предоставить доступ к спинку контактов ну вот как можно видеть мои контакты зашел в контакт извиняюсь так далее набор набор номера тоже можем сейчас проверить идет набор номера на телефоне добрый день Андрей Евгеньевич то есть можно переключать на динамик на громкий режим или на тихий на ставить громкость добавить дилер добавить контакт еще один диалаб настройки и в общем такое дело работает все очень хорошо приятно так сообщения входящие входящие сообщения с эмс очки украинский язык шрифт очень даже хороший в смс контакт все нормально так кстати про язык сказали как видите я не переключал язык на не менял с английского на русский язык потому что если выбрать русский язык то меню сам шрифт в меню становится крайне юзабельным нечитабельным и я предпочитаю английский язык ну с английским языком у меня проблем нет поэтому мне больше нравится когда меню ну и в принципе сейчас и на английском языке так дальше call logs вот например пропущенные набранные вот даже контакт можно увидеть любимое нормально все написано на русском языке читабельно хороший фрит все в порядке так notifier notifier это тут нас так сказать обучают как часы подключить к телефону ну это в конце когда пройдем по всем меню я вам немножко расскажу как это сделать музыка по блютузу то есть можно играть музыку ну вот сейчас продемонстрируем сейчас это тушап который у меня статус баре вот он тушап этот и он здесь вылезет можно управлять тимплеером переключать песню это мы это сейчас опустили режим внешнего внешнего спуска камера вот камера посветлее посветлее надо даже вот так даже не знаю как он демонстрируется нажимаю на экран можем делать фотографии ах не на экран к ну и чуть-чуть подзабыл вот делали фотки сделали еще одну фотку то есть можно вот так по-шпионски делать фотографии далее будильник календарь календарь калькулятор липометр ну эта штука я и не пользуюсь никогда не пользовался и не планирую пользоваться как-то следит за скон состоянием сна за режимом сна ну не знаю если кто-то хочет попробовать режим спать с часами ну милости просим ну я как-то не любитель спать с часами так дринг дринг ну это напоминает нам о том что нужно пить воду можно настроить и она будет напоминать что она попить водички на жаркую погоду возможно актуально и данный этот режим напоминает нам если его включить что нужно время от времени вставать двигаться а не сидеть за столом ну эта штука возможно полезна будет многим так ну вот в принципе все ну я вам показал все функции доступные на этом телефоне на этом телефоне на этом компаньоне телефона на этих умных часиках то есть ничего лишнего хороший набор функций то есть он возможно минимален но все что он должен выполнять он делает это с легкостью и на мой взгляд справляется со своими